Привет. Для нас, гитаристов, вопрос ориентирования на грифе стоит особенно остро. Мы привыкли мыслить аппликатурными формами, и от того, насколько умело мы с ними обращаемся, зависит свобода самовыражения на инструменте. В этом видео мы рассмотрим ещё один способ, с помощью которого ваша жизнь должна стать чуточку легче. Вообще, существует довольно большое количество аппликатур GAM, но есть из них две самые, пожалуй, распространённые. Это аппликатур по три ноты на струне и аппликатуру в более узком расположении. Иногда её ещё называют аппликатурой Caged, потому что она довольно неплохо укладывается в эту систему. О ней, кстати, у меня уже выходило видео, на канале можете посмотреть. И вот эти аппликатуры позволяют раскинуть нужный нам звукоряд по всему грифу. Но помимо таких вот больших форм, важно уметь видеть ещё и маленькие, потому что они, как правило, более употребимы в моменте. Вот, собственно, о них и пойдёт речь в этом видео. Для начала давайте вспомним октавную сетку. Она позволит увидеть нам отдельно взятую ноту во всех положениях на грифе. Вот на примере ноты ре. Если мы посмотрим внимательнее, то в каждой из позиций мы увидим, что нота ре появляется как минимум в двух местах, а в некоторых позициях вообще в трёх. Если мы вернёмся к гаммам, то мы получим две основные аппликатурные формы, которые понадобятся нам в дальнейшем. Ну, для примера, в ре миноре. Это ниже расположенная форма и выше расположенная форма. Ну или дальше я буду в качестве примера использовать не минорную гамму, а фразу, основанную на минорном аккорде или минорной гамме. Это можно воспринимать как вам удобно. Вот ниже расположенная аппликатура и выше расположенная аппликатура. В каждой из доступных нам позиций эти две формы будут соседствовать друг к другу. Вот, например, в самой нижней доступной нам позиции вы можете заметить, что фраза, которую я сыграл на октаву выше, аппликатурно идентична вот этой. Все эти формы будут чередоваться между собой в каждой из доступных нам позиций. Заметьте, что вот здесь на октаву выше аппликатура немного видоизменяется. Из-за специфики строя инструмента аппликатура съезжает на один лад вверх относительно первой. Что же дальше? Дальше мы раскидаем эту фразу во всех доступных нам позициях. Вот самая первая доступная нам позиция. вторая третья четвертая ну и пятая Здесь дальше повторение через октаву будет не совсем удобно играть. Оно получается раскидывается только по двум струнам. Но, тем не менее, мы все еще можем это использовать. На то, чтобы привыкнуть к этим аппликатурным формам, идет какое-то время. И когда вы освоитесь, можно приступать к соединению этих маленьких игровых зон друг с другом. Для начала, например, вот в одной позиции. Затем следующий. Затем следующий. Ну и в последний. Ну и в последний. После того, как вы освоите отдельные позиции, можно начать комбинировать их друг с другом. Например, вот здесь я использовал хроматический ход для прыжка из одной позиции в другую. Вы можете также использовать и движения по диатонике. И вот таким вот образом мы можем совместить все участки грифа, создавая своеобразные играбельные зоны. В целом, мы получаем довольно гибкую и удобную систему, которую можем адаптировать под себя. Более того, она прекрасно дружит с остальными системами визуализации грифа. Такой гитарист, как Бет Мартин, вообще, например, использовал только эти аппликатурные формы для обыгрывания вообще любых аккордов, используя метод минорных замен. Все необходимые этапы вы сможете найти в моем Телеграме. Ссылка будет в описании канала. Надеюсь, это видео оказалось вам полезным. С вами был Саша. Пока.